Теперь мы будем говорить о политическом кризисе, если это действительно политический кризис, который разворачивается в Грузии. Будем разбираться. Итак, Конституционный суд Грузии 16 октября постановил, что президент страны Соломе Зарубешвили нарушил основной закон, совершив несколько зарубежных поездок без согласования с правительством. Это решение дает возможность правящей партии грузинская мечта, демократическая Грузия, поставить в парламенте вопрос об импичменте президента. Голосование может состояться уже на этой неделе. Буквально сразу после решения Конституционного суда лидер грузинской мечты Ираклий Кабахидзе призвал Соломе Зарубешвили подать в отставку. Если бы у Соломе Зарубешвили осталось элементарное достоинство, после установления Конституционным судом нарушения Конституции с ее стороны, она сразу же бы подала в отставку с поста президента Грузии. Ираклий Кабахидзе, лидер партии грузинская мечта, демократическая Грузия. Сама Зарубешвили заявила, что судьям должно быть стыдно за принятое решение и заверила, уходить в отставку она не собирается. Зарубешвили поблагодарила всех, кто ее поддерживает и призвала бороться вместе до конца. Я никуда не уйду, не уйду в отставку. Сегодня европейское будущее и демократия были убиты одним камнем. Это попытка грузинской мечты, но время мечты мечтать прошло. Пусть сами думают, какая Соломе Зарубешвили была для них лучшей. Меня это не интересует. Меня интересует, где я больше полезна этой стране. Как свободный политик или как президент, который продлит свой мандат. Это покажет ближайшее будущее. Солома Зарубешвили, президент Грузии. Известно, что импичмент начатой правящей партии должен пройти через решение парламента. Но то, что он завершится отстранением от должности президента, сомневаются даже в самой грузинской мечте. Поддержать импичмент должны по меньшей мере 100 депутатов. Напомню, сейчас в парламентском большинстве их 84. Однако, по словам Ираклия Кабахидзе, он возглавляет партию. Вне зависимости от того, чем завершится начатая процедура, цель правящей партии достигнута. В последний шестой год своего президентства она будет полностью лишена политической и моральной легитимации. И останется, если пользоваться американской терминологией, так называемой «хромой уткой», которая следует за идущим в пропасть коллективным национальным движением. Ираклий Кабахидзе. Лидер партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия». Известно, что большая часть грузинских депутатов и оппозиционеров выступает против импичмента президента Зорубишвили, считая запуск такой процедуры с саботажем европейской интеграции Грузии со стороны грузинской мечты. Напомню, Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, не получила статус кандидата на вступление в ЕС летом прошлого года. Вместо этого ей были поставлены 12 приоритетных задач, которые надо решить для того, чтобы получить такой статус. Предоставит ли Грузии статус кандидата, будет ясно уже до конца этого года. Как рассказал изданию «Инсайдер», конфликтолог и бывший министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закарайшвили, за атакой на президента Грузии стоит желание грузинской мечты остановить процесс интеграции Грузии в ЕС, что является частью пророссийской политики правящей партии. По словам Паата Закарайшвили, правящая партия «Грузинская мечта» проводит четкую пророссийскую политику. Однако, по его словам, они не могут сказать об этом публично, потому что большинство населения Грузии не поддерживает пророссийскую ориентацию партий. Одним из доказательств пророссийских настроений и грузинской мечты можно считать то, что она решила не голосовать во время заседания парламентской ассамблеи Совета Европы за резолюцию, которая называет Владимира Путина диктатором. Напомню, за эту резолюцию в ПАСЕ проголосовала от Грузии только представитель оппозиционной партии граждане Кетеван Трузаашвили.